Три года за счет сотрудников в нашей службе. Браво, очень хорошо, что было сделано. А здесь очень интересно, неожиданно, здесь походит крещение новорожденных. Если посмотрите, в двух словах я хотел бы вам объяснить, провести по всем помещениям. Здание, как оно выглядело еще три года назад, было немножко страшное, ненаглядное, невыгодное. С экономической точки зрения оно было неэффективное, не было термоизоляции здания. Центр координации. Если позволите, я вас приглашаю в этот зал сразу, чтобы объяснить на месте, что это. Скажем так, верхний уровень, топ-левел, как это говорится по-английски, когда те, кто принимает решение, работают в течение часа, полтора часа, в десять. Остальное же время, 23 часа в сутки, мы, скажем так, работали, или приходилось работать самим. Поэтому мы поняли, что нам нужны представители различных ведомств и министерств, которые должны были сидеть с нами и работать совместно 24 часа в сутки. И то, что мы здесь видим, это и есть тот центр координации, в котором мы предполагаем, что представители различных министерств, в зависимости от ситуации, будут находиться и работать 24 часа в сутки совместно с представителями нашей службы. Сейчас мы надеемся, что это будет намного лучше. Предоставили здесь все нужные инструменты для работы всех министерств. Мы даже предполагаем, что каждый из всех компьютеров будет закреплен за одним отдельным министерством, чтобы у них был доступ к своим базам данным, чтобы они смогли полностью реализовать весь спектр тех задач, которые на них возлагаются. Слева от меня находится маленький, скажем так, логистик. Суппорт – это маленькая кухня, где они смогут принять чашку кофе, чай, выпить какой-то бутерброд. На первом этапе здесь будут и 901902, это служба полиции, служба пожарных преступлассателей, откуда они смогут оперативно реагировать на все, скажем так, ситуации, обстановки. А скорая помощь? Здесь будут также находиться и представители скорой помощи. Сейчас в парламенте находится проект закона, в ближайшее время будет рассмотрен, который предусматривает создание единой базы данных, единого информационного центра, и единого центра для обращения по чрезвычайным ситуациям или по другим. Один-один-два. Один-один-два, да. Значит, мы, как сказал Александр, что мы здесь создали рабочие места и для пожарных, и для спасателей, и для скорой помощи. И это будет первая ласточка, чтобы создать один-один-два на территории Молдаря. Я отметил изначально, что еще проект не завершен, то отверстие, которое находится в стене, это специально наставлен так для того, чтобы там разместилась наша видеостена, которая будет доступна всем операторам, которые будут здесь находиться, для вывода различной графической информации, видеоинформации и так далее. Значит, кабеля данных мы использовали кабель УТП категория 7. На тот момент, полтора года назад, это был, скажем так, высший писк моды в области IT. Он позволяет передачу данных до скорости 10 гигабит в секунду. То есть, это как раз мы предусмотрели на будущее, то, что если будем всегда выводить различного рода видеосигналы, чтобы большие потоки информации свободно могли обрабатываться и перемещаться по нашей внутренней сети. Весь этаж полностью оборудован всеми системами, необходимыми для жизнедеятельности и для работы. Это и вентиляция, и кондиционирует. Это две разные системы, которые мы специально сделали для того, чтобы обеспечить, как называется по-английски, redundancy, чтобы они не зависели друг от друга. Будущий центр управления в чрезвычайных ситуациях. Это, если вы заметите, зал заседаний. Он предназначен для комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Мадово. Это постоянный орган. До сих пор комиссия не имела определенного места, где она могла работать постоянно. Начиная с этого зала, она будет иметь рабочее место, где может работать 1 час в сутки, 2 часа, 24 часа. Как это будет им удобно. Ваш приезд в нашу страну. Мы не первые, не последние. И уверен, что наши добрые и конструктивные деловые отношения будут продолжены в будущем. Комиссия еще в начале года планировала заслушать информацию Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций о деятельности за прошлый год. Для нас важно было знать, чем живет этот департамент, какие проблемы, какие результаты. Мы решили это слушание провести в вашем присутствии с учетом и специфики вашей комиссии, и богатого опыта работы председателя комиссии. Надеемся, что он нам, как всегда, даст какие-то полезные советы в этом плане, за что будем очень признательны. Поэтому без лишней формальности я бы хотел, еще раз вас говорю, поприветствовать. Хотел бы выразить вообще правительству Эстонии, политическому классу Эстонии огромную благодарность за постоянную поддержку в евроинтеграции нашей страны. Не далее, как 28 апреля этого года, Республика Молдова получила право в безвизовом режиме посещать страны Европы. Мы знаем, что государство Эстонии в этом плане оказало нам очень серьезную поддержку и содействие. Кстати, именно Министерство иностранных дел Эстонии была первой структурой международной, которая нас поздравила с этой датой. Поэтому мы уверены в том, что и дальше будем получать необходимую поддержку методическую и техническую от имени правительства, парламента Эстонии. И уверены в том, что это будет способствовать дальнейшему нашему сближению с европейской ценности, с Евросоюзом. Вы имеете возможность спросить нашу страну и наш будущий центр. Но я уверен, что по окончании и по введению его эксплуатации мы вас еще раз пригласим, чтобы вы увидите как он работает в очи. И сейчас рассчитываю, что мы сделаем маленькую презентацию нашей службы, значит, о чем мы занимаемся, о легальной базе нашей службы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...